Я предупредил тебя. Так, за конец. За один зуб, по её же словам. Через три месяца стримерка... Бля, вот доебались к этим зубам конкретно уже, блядь. Так как у её мамы случилась беда. Слушай, а Венера сколько стоит один зуб вообще? Да хуище. Ну, короче, полностью сделать челюсть тебе стоит около ляма. По словам Танюши Малюженковой, это фью. Мы подставили на работе, обвинив в организации хищения 30 миллионов рублей. Читаю. Малюженкова ИН, директор ГБУ жилищник района Матушкина. Блядь, такое ощущение, что ты знаешь, это этот... Блядь. Джов, блядь, решил второй канал создать. Буду делать разоблачение на стримеров, ебать. Охуели совсем. Мать стримерки, кто не понял. Дальше. В августе 2019 года жилищник района Матушкина вернул жителям второго и четвертого микрорайонов 4,5 миллиона рублей за отопление. Оказалось, жители с 7 корпусов существенно переплачивали за отопление, потому что управляющая компания платила энергетикам по одному тарифу, а жильцам начислял плату по-другому. На 460 рублей больше за одну гигакалорию. Ну вот, видишь? Охуенно. То есть, блядь, получается, что реселлер ебаный. То есть, блядь, прикол. Вы платите... ЖКХ платите, блядь, больше, а ЖКХ выплачивает ГОСу, блядь, меньше, чем... Да, да. И, соответственно, разницу себе в карман забирают. Прикольно. Жилищники находили деньги... А знаешь, как они радица выводили? Как? Радица выводили через мертвые души. Типа, зарплату несуществующим работникам. Прикинь? Бля, прикол. Гоголь, блядь, ебанулся, нахуй. Значит, такие средства у них все же были. Встает вопрос, почему нельзя было рассчитаться с ресурсниками и подрядчиками сразу и таким образом избежать судебных издержек, пения и неустойки расходов на юристов. Ну это неуважение вообще, чистой формы. По словам префекта, Купец, стоп! Но долги подрядным организациям, это также слабость финансовых служб, ГБУ-жилищник и хищение. Например, Зеленоградский жилищник... А где ГБУ-жилищник находится? В Зеленоградском районе. Ну вот, я только что это услышал. Нормально. Жилищник 3 года платил зарплаты мертвым душам. Тогда было похищено почти 30 миллионов рублей. По версии следствия, где-то в Зеленограде непосредственно... Короче, чувакец, не понимаете, сколько 30 миллионов рублей? Это 30 миллионов. Сотрудников жилищника. Неустановленным способом устроили своих знакомых и незнакомых на работу в УК. И неустановленным способом обеспечили перечисление денег под видом заработной платы с расчетного счета жилищника на счета трудоустроенных ими людей. В апреле 19-го года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Ссылочку на статью оставлю в описании, почитайте сами. Вся информация взята... Дрэй, хватит закрепить и читать. Сука. Да в смысле, а нахуй ты крутишься вот так, как... Не знаю, мне захотелось. А, ну ладно. Опять выпил, упомянули его, блядь, опять. Давайте не говорите Дрэйк, блядь, а то он за каждый Дрэйк, блядь, пить начинает, блядь. ...в жилищнику по налоговой декларации за 2016 год доход 500 тысяч рублей в год. У мужа 980 тысяч рублей. При этом были указаны три квартиры. Так, попрошу заметить, это важно, блядь. Вы сейчас такие, типа, охуеть, 529 тысяч, охуеть, какая сумма, блядь, полмульта. Это в год. Если вы возьмете, блядь, и умножите зарплату своего папы на 12, это тоже самая охуевшая сумма там получится. Ну, знаешь, одна проблема. Но, да, то есть это белый доход, то есть чистый доход, задекларированный, важный. То есть это 40 в месяц примерно. У папы там больше, блядь, там, не знаю, ну 60, 65, там, может, 70, хуй знает, не считал. Но, блядь, то есть, как бы, не, блядь, не цепляйтесь к этой хуйне. Две машины. Это средняя запаха. У кого вот директор, есть какой-нибудь знакомый, блядь, везде, вот, пиздят везде, вот. Вот, не поверю, что не пиздят. Через директора проходит абсолютно всё. Там печати, всякая хуйня. Мы живём, вообще, я так скажу, сейчас не в сторону неё, мы живём в государстве, которое, в принципе, блядь, все всё пиздят, блядь. Ты хоть поменяй верхушки, блядь, всё равно пиздить будут, типа, это факт. Ну, да. То есть, ну, как бы, о чё говорить? Да, блядь, да и у нас, прям, понимаете, люди у нас, сами люди. У нас, блядь, это в нормах скам, блядь, у нас в нормах, там, стим-аккаунты пиздить, страницы, всё. Да это ж, блядь, дефолт, оно вот прям вот, вот, смотрите, вот, посмотрите, я не знаю, вспомните у себя случай, когда у вас чё-то спиздили, блядь. Это ж прям, ну, это Россия, нахуй. Везде всегда такие люди будут. Я не уверен, правда, что это только в России, это везде такое. Ну, вот у меня, например, блядь, пиздили деньги, там, ещё чё-то, блядь. Короче, ну, лично у меня такой случай был, я уверен, что у каждого из вас тоже такое было. И даже если вы не знаете об этом, вас по-любому в магазине где-нибудь наебали, блядь. Короче, вот такая хуйня, вот, всегда. Это, бля, ёбаный квартал, Дикси, там, любят пробивать хуйню какую-нибудь, блядь. Ну да. Бля, наёбывают все. На 300 тысяч рублей. На Малюженку УИН нет никаких... Это сейчас, ээээ, к тому, в каком обществе мы живём. ...судебных дел. По словам стримерки, адвокат требует 500 тысяч рублей, а матери грозит срок до 25 лет. Как вы сами думаете? Тяну... Бля, чел, 25 лет, нахуй, прикинь. Ну, это пиздёж, это уже разъебали. Мы с Жорой. Точнее, не мы с Жорой, а Жора на моём стриме это разъебал. А, ели уже, блядь, уебки. Там максимум, ей чё, грозит, это 5 лет или 7. Да нет, ну просто, прикинь, вот, допустим, 25, как заявляют. Это же, блядь, получается, человека выгоднее убить, блядь, нежели напиздить что-то, блядь. Чтоб на 25 лет за вратство сесть и человека убить, ну, сесть на 8, например, на 10, блядь. Как это вообще? Да не, видишь, статьи не было. То есть там не было даже, нигде не упоминалось, что на 25 её садят. Потом оказалось, она уже сказала это на эмоции. Я считаю, что убийцы должны сидеть 25 лет минимум. Короче, она говорит то, что её маме грозит 10 лет. Не суть. Да. Я, короче, недавно наткнулся, понял, на видос Джоин, там был, короче, какой-то зэк рассказывал. У тебя вся лента в замке. Не, 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 я смотрел, типа, чел такой рассказывает, говорит, блядь, тюрьма, она типа, ну, вот тебе дали 7 лет. Ты думаешь, тебя что-то изменит? Нет, ты выходишь, и ты уже в людях разочаровываешься, ты, соответственно, продолжаешь хуйню же творить. Ну, так, соответственно, если люди такую хуйню творят, там, убил кого-то, блядь, за ним нужно следить, если он вышел. Человек убил кого-то, нужно следить за ним обязательно. У нас что, он, блядь, пойдёт ещё одного убьёт, опять сядет на такой же срок примерно. Опять потом выйдет, типа, чё, в чём прикол-то, блядь, такой? Ну, не всегда. Я вот, например, кстати, знаешь, как бы уёбищно это не звучало, я понимаю, как это будет работать вообще, в принципе, но я вот был всегда за смертную казнь, нахуй. Типа, око за око, блядь, вот ты, допустим, убил человека, блядь, тебя убили, блядь. А как же проблема в том, что, учитывая нашу систему и дыру в нашей системе... Ну да, 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 по-любому будет пиздец, по-любому будут подсуживать, нахуй, там, это сто процентов, блядь, будут фабриковывать дела так, чтобы людей невинных убивали, блядь. Вот в идеале, в идеале, в идеале, вот если представим, что всё идеально в этом мире, представим. Короче, утопия, да, давай. Да, и короче, вот, ну реально, прикиньте, так бы работало, преступность бы была бы, ну, на низком уровне. Так это ж слишком просто тогда было. Ну, это в идеале, конечно. Типа, вот знаешь, ты убил, там, ты знаешь, с чем отделся? Типа, ты не сидишь там 20 лет в тюрьме, блядь, 20 лет, типа, проживаешь, а тебя просто, типа, ну, кельнули, брать, и всё, нахуй, ну, типа. Это тоже как-то, ну, несправедливо. Почему? Чего? Ну, типа, ну, типа, ну, типа, ну, типа, ты должен отсидеть там, сколько тебе дали, 20 лет в тюрьме? Ты думаешь, убивают, ну, просто захотели убить, да, думаешь? Ну, да, ну, типа, это... Слушай, чел, ну, блядь, разные случаи бывают, да, иногда реально просто захотели, блядь, реально. Просто есть разные случаи, типа. Не всегда, не всегда. Человек должен, типа, ну, смерть это самое простое, я считаю, типа, что есть в этом, ну, например, в деле, типа, в убийстве, самое простое, это, типа, человека просто, ну, типа, смертная казнь. То есть ты думаешь то, что людям, которые убили, да, осознанно, нужно выкручивать яйца там, типа, хуй знает? Нет, чел, ну, знаешь, типа, есть некоторые фильмы, которые хорошо это показывают. То есть, нет, ты несешь хуйню по причине того, что человек, когда кого-то, допустим, убило, его хватают, да, к примеру, и сам момент, когда его вот ведут в это вот, блядь, место, где будет расстрел, там за секунды человек все осознает, что он сейчас лишится жизни, блядь. И он чувствует то же самое, то есть, все. Порой даже несколько секунд хватает, чтобы осознать, какую хуйту ты наделал, блядь. То есть ты примерно понимаешь, и ты чувствуешь со стороны, блядь, как это. Дрейк, не пей больше, Дрейк. Он имеет в виду, что человек должен за свой поступок поплатиться, а не просто убить и подобаясь убить. Ну, блядь, это уже философский вопрос. Мы-то, ну да, типа, понятно, что если ты убил убийцу, ты такой же убийца, понятно. Вопрос в том, что... Я так и не понял. Да мы сейчас досмотрим, блядь, пока, погоди. В чем тема? Тема-то, блядь, не в том, как человек будет чувствовать. Похуй, что он будет чувствовать, блядь, он уже помер. Я имею в виду, которого казнили за пресечение закона. Тут вопрос о безопасности в будущем других людей. И есть люди, я не говорю, что все такие, блядь, понимаешь? Есть люди, которые реально понимают, что они хуйню натворили, и все, и нормально живут до конца жизни, блядь. А есть-то, а есть-то, а есть-то те, а есть-то те, которые, которые, блядь, ну не понимают? Ну, короче, блядь, это просто рассуждение, чуваки, не более того. Дрек, серьезнее, сиди серьезно. Бывают, бывают случайные случаи. Вот, например, я не понимаю, почему в нашей стране не работает, блядь, самооборона, такое понятие, как. Не работает. Не работает. Как это? Вот так это. Не работает, если ты чувака, ну, нанесешь ему больший дэмэдж, чем он тебе нанес, даже если он сделал это первым, тебя посадят нахуй. Если ты ему ебало разнесешь, какому-нибудь челу, который тебе с ножом подошел, тебя посадят, прикинь? Да. Это так работает. Привет, да, добрый вечер. Работает в Америке, там есть самооборон, тебя оправдать могут, блядь. Ну, типа, да-да-да-да. Если тебя стрельнули, ты стрельнула, убил, блядь, например, ты раненый, блядь, типа, ты защищался, блядь, все, ты свободен, дядь. Живи потом уже с тем, что ты человека убил, неважно, хорошего или плохого, живи с этим сам. Ну, а... Я думал, у нас это тоже, ну, типа, тут есть, в основном, я не знал. На стримин-сайт оригинальные четыре видеорасследования. Это тебе не ГТРП. Смотрите, который спиздил просто и озвучил с канала Аферисты Твича. Аферисты Твича, блядь? Это кто? Проблема... Проблема в том, что там вроде бы личные данные прям вообще жестко палятся. А, ну мы и не хотим. Ну-ка. У которого рабочее место за 300к, виниры за полляма, у которой три квартиры и две машины, нуждаются в срочном сборе денег, симпов, Твича. Слушайте, когда я в прошлый раз говорил по поводу трех хат, блядь, по поводу машин, блядь, я не говорил, что, ебать, вы все козлы, блядь, вы чё думаете, это так просто продать и продать? И там люди дизлайкали, потому что, вот, блядь, я живу в одной хате, блядь, да всем похуй, как ты живёшь, блядь. Вот, три хаты, в общем, например, на одного человека занесены, а жить-то могут вообще другие люди, родственники, блядь. И ты по факту, допустим, хату-то, блядь, да, ты можешь продать. Но, а вдруг там живёт бабушка одна, ещё чё-то, вот в этом вопрос-то был, блядь. Знаешь, проблема в том, что у директора... То есть по документам-то это их хата, блядь, а на деле не их, то есть как-то так. Чувак, у директора коммунальной вот этой темы по-любому чё-то есть, но вот по-любому. Да нет, тут никто не спорит. Машины, машины, да, машины уже можно было бы продать. Машины две. Слушайте, ну, блядь, давайте, 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 короче, прямо. Что проще, блядь, поплакаться и собрать денег? Или продать машину, чё-то вертеться вот в этой жизни, когда можешь просто стрим подрубить? Вот, ну, конечно, первый вариант, по-моему. Всё, и чё тут? Блядь, я на самом деле, я типа, ну, я в ахуе вообще, как это так, блядь, произошло? Я немножко разобрался, хорошо, в этой ситуации, с последнего дня. Ну, пацаны... Сука, такая несправедливость, дядь, я... Слышь, Джой, ну, у меня прям попа горит, нахуй. То есть, ну, реально, когда люди собирают там на пожертвования, блядь, такие все, у-у-у, хуйня, вопрос, блядь. Собирают там от силы 200 тысяч, 100 тысяч, блядь. Да, да. Чё за хуйня, блядь, как это так, нахуй? С ветераном, там, не знаю, там... Причём, причём, там, там народа-то, блядь, не один человек, там, человек пять, шесть, всё это распределяется, блядь. Там, помнишь, благотворительный стрим на помощь детскому дому, чё-то там, который был организован специально. Вот, вот, не помните, туда зазвали кучу стримеров, чтобы они специально... Слушай, благотворительность, на самом деле, такая хуйня, делал лично каждого, кто... Дело лично каждого, ну да, ну, сама ситуация, типа, понимаешь? Никто не имеет права призывать там кого-то, блядь, и осуждать за то, что ты куда-то кинул благотворительность. Даже вот то, что вы донатите сейчас мне, это тоже благотворительность. Конкретно моему каналу, конкретно моей жизни, конкретно мне. Вот это есть благотворительность. То есть, по факту, я вам ничего не обещаю за эти деньги, вы их просто отдаёте. Но, блядь, донаты, они, когда к стримеру обращаешься, это как бы, я не знаю, больше общения за деньги, блядь. Что как бы уебанство, само собой. Тема-то в том, что... Блядь, сейчас из стима выйду, а то сейчас, блядь, будут тут выскакивать уебаны всякие. Знаешь ещё чего, Вов? То, что, когда, блядь, делает кто-то из стримеров... Я сейчас говорю не про всех. Ещё раз говорю, как я к этому отношусь? Чаще всего, давайте прямо, я уже говорил на эту тему. Благотворительные стримы для стримера. Какого бы он козёл не был, или ещё что-то. Это, блядь, отмыв репутации. Блядь, никто не поспорит со мной вообще, абсолютно никто не должен спорить, это так и есть. А, вот, да ни хуя. Это факт, это факт, блядь. Да ни хуя. Да ёб твою мать, ну хочешь ты благотворительностью заняться, блядь, возьми, сука, скинь в крысу, молча, блядь. И все, и чувствуй себя хорошо, блядь. Да не, почему? Почему, блядь? Нет, Вова. Тут единственный другой аспект может быть. Да не, блядь. Тем, что ты сам скинул большую крупную часть, первое. И второе, показал, бонус тебе идет, показал, что ты хороший, бонус очиститься, как бы, да, отмыть репутацию. Но и при этом изначально ты продвигаешь идею в массы помочь. То есть не просто сидеть промолчать, а помочь. Понял, да, что люди смотрят, вот типа их хумир там помог, блядь, соответственно, ну вот окей. Они тоже будут так делать. Да, 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 но в основе-то, блядь, в основе, я сейчас просто говорю, в основе, это отмыв, блядь, реально, репутация, но в основе, чуваки. Ну, Вов, например, ну типа Хесус, который сделал благотворительный стрим. Блядь, посмотри на Хесуса, блядь, добрый человек, блядь, максимально. Я вообще, блядь, не скажу, что он уебок там, вот, блядь, он реально, у него зашкваров-то и нет никаких, понимаешь? Он сделал от своей души, ну вот реально, типа. Показал, и аудитория у него добрая, блядь, как бы, вот в этом прикол. Одно дело я, например, буду то же самое делать, и вот как раз-таки этот пример, который я сейчас сказал, отмыв репутацию, это про меня. Типа, казалось бы, хуесосит все налево-направо, блядь, а потом такой белый пушистый помогает. Репутация, Вова, у тебя одна из самых лучших репутаций. Да я про то, да блядь, я про то, что тут смотришь на токсичность, блядь, вот как-то так. Да нихуя, Вова. Ну, короче, я на это так смотрю, блядь, похуй, я может быть, не... Кто ржет, блядь, сука, щекикну нахуй. На что же, посмотри, он зашел. Алло, ты дурак, блядь? Что у тебя там? Я тебя не оскорблял, пошел ты нахуй. Я тебя не оскорблял, пошел ты нахуй. Не пей, чачик. Нормально. Так, чё мы говорили, чё мы говорили? Репутация, твоя репутация и благословительность. А ты заметил, когда Дрейка показывают, он сразу теоретически начинает пить? Блядь, Трек, не надо, остановись, блядь. Меня сейчас не показывают. Сука! Вот, 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 слышь, чё, хорошая, кстати, аналогия. А если ты, например, рекламируешь наебаловый и занимаешься благотворительностью, как тогда? Не в чью сторону, не говорю. Тогда, да, тогда, да. Вот, охуенный пример, то, что я хотел сказать, чё. А насчет тебя я не согласен, если ты сделаешь благотворительный стрим. Какой бы человек уебок не был, важен его посыл. Если за ним нет, ну, типа, зашкваров в плане, типа, какой-то рекламы наебалового, то, да, это, это, блядь, от чистого сердца, чувак. Понимаешь? Короче, ещё раз говорю, благотворительность, дело лично каждого. Например, я не говорю, что я там уебан. Мы, например, братью не помогли, просто вот ни с того, ни с сего. Тоже благотворительность. А может быть, он не нуждался, живёт хорошо, блядь, но мне вот захотелось от чистой души. За идею, блядь, за ещё что-то. Вот, мне просто захотелось. Как-то так. Поэтому, ладно. Никого нельзя презирать за эту хуйню, пацаны. Не захотел, не скинул, блядь. Ещё раз, запомните. Никто-то не хочет помогать, не надо. Это лично деньги каждого человека. Знаешь, вот лично, чё я, какой я хотел посыл людям сказать? Вот прям, хочу прям пиздец. Ребята, прежде чем кидать деньги на благотворительность, проверьте, куда эти деньги пойдут. Сами, да, типа, блядь. Если это какая-то мутная хуйня, как вот сейчас мы смотрим видос, ну тут реально непонятно, блядь. Ну тут нету, блядь, точной прям информации. Вот зачем, ребята, блядь, почему вы не проверили? Надо было всё проверять досконально. Если человеку реально требуется помощь, ему реально нужны деньги. Блядь, чел, я, кстати, когда челу на пульке, пульку в глазу, блядь, собирал, я от него всё вообще потребовал. Список, нахуй, всех, блядь, там, медицинских, блядь, пруфов, блядь, все хуйни, блядь, даже скрин черепа, блядь, вот эта хуйня, которую сканируют башку. Так вот это правильно, блядь. Во. А так просто кто-то поплакал, типа, собрать деньги? Ну да, можно. А я, как бы, говорю про донатеров, если чё. Опять же. Просто тут проблема в том, что, блядь, вот, сука, люди, они вот все универсальные, вот, блядь, ты такого же не найдёшь по поведению, типа, вообще никогда. И, соответственно, нельзя просто выработать какой-то шаблон и вот так по нему судить. Ага, наёбщик, не наёбщик, блядь. Вот, ну, нельзя вот так вот, понимаете? Блядь, он может выглядеть так же, он может похож на кого-то, блядь, но, сука, ты вот не можешь по ему еблу прочитать, наёбывает он или нет. Не, бывают личности, когда смотришь, блядь, ну это ж 100% наёбщик, блядь. Но большинство-то, блядь, оказывается потом, что он не наёбщик, нихуя, понимаете? А я чё сказал? Уникальные, да, извините, не универсальные, уникальные, но, сори. Вы, блядь, вы вообще серьёзно, пацаны, ну вы ж поняли, что я хотел сказать, блядь, и вы реально к этому прицепились? Вот вы, блядь, как будто всю информацию мимо ушей пропустили, блядь, дёрнули слово одно, в котором я ошибся, блядь, и давайте его писать. Вы суть-то уловите? Это знаешь, блядь, вот конфликт какой-нибудь, знаешь, Джоин, иногда происходит, блядь, между людьми? Ты говоришь, 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 раз хуйню какую-то спизданул, и человек напротив такой. А-а-а! А-а, ты чё-то не то слово здесь использовал, а ты такой, блядь, а ты вообще слушал, чё и до этого-то нахуй сказал, нет? Он такой, а чё ты говорил, блядь? Чё нахуй? Даже не заметил. Ну вот, блядь, кто не заметил, тот как бы и слушает внимательно. Мне так не кажется, попахивает тем, что она просто решила заработать, обманывая свою достопочтенную аудиторию. Семья, видимо, не может... Вот тоже, блядь, неправильно, по-моему, да, какой-то, блядь... Я ещё раз говорю, я не дэпую никого, блядь, я её не знал. Музыка. Блядь, это мой гадой, я его не знал. После того, как глянешь... Касселер, погоди секундочку. Тут вопрос в том, что, блядь, ну нельзя так тоже однозначно, блядь, сразу уже там, вот, блядь, он же свечку, сука, не держал. и с хорошими призами другое дело что блять а с чего вот так не внезапно блять хотят головку завести вот бля вот прям просто вы знаете почему на меня уголовка не заведено там делает тоже 15 месяцев вот ну бля почему на меня просто так не заведено ничего почему на вас блять еще то не заведено ничего блять потому что ты не директор коммунальных услуг типа вот блять решил такой кто-то дай-ка заведу дело блять ни с того ни с сего блять на меня заведено понятно пацаны вы блять все преступники сука я так понимаю вы чё блять киндер сюрприз из пятерочки спиздили или что не дядь меня вообще в детстве жестко пиздили может быть я таким ебланом из-за этого вырос суши я единственный чё спиздил это спичку из ашана блять думал зазвеню блять есть такая хуйня кажется там везде чипы блять ладно еще еще из исландии вынес блять похавал нахуй мороженое блять похавал бесплатно поставился назад идет горит ты откуда это взял он говорит да я просто взял блять он говорит но я просто положил если меня спросят оплатить я оплачу если нет нахуй надо блять в принципе блять охуенно ты блять мужик блять а не не чувак там вообще было по-другому я взял у нее из морозильника мороженое съел а потом отдал ей оберку чтобы она выкинула я забыл про этот момент он типа взял в наглую под камерой блять достал мороженое схавал его блять такой говорит смотри вован я сейчас еще и выкинуть заставлю пошел говорит вы день пожалуйста период от продавщица берет фантик такая выкидывает мусорку я такой ебать открытый отбитый ваще нахуй делал я сейчас бы так сделал на слайде выгарить час бы так сделать типа вот завтра ты в исландии блять и 5 мороженом блять ты знаешь сколько там мороженое стоит ебнешься рублей 500 блять сайду те же баннеры не надо больше блять нет но ты прикинь вот но я в исландию взял с собой тысяч сто рублей на на 5 дней я приехал туда блять и я понял что у меня нету денег больше я сам бомж ебучий блять вы понимаете он там первый раз приехал пацаны такие мы там уже все знаем по ценам и увидит киевсе и такой чуваки сейчас я вас накормлю и мы таки ага давай я такой 5 бургеров заказал типа бля 5 бургеров заказал 5 5 бургеров говорю можно двухлитровую колу блять беру по карте пробиваю ну а там естественно перевод конвертации все дела я блять такое смотрю в истории но не 10 там было я смотрю в историю минус шесть пятьсот я такой не понял тысяч пятьсот рублей я такой пацаны жрите эту хуйню это самый дорогий бургер в моей жизни блять вообще 5 бургеров и двухлитровую колу шесть пятьсот нахуй вообще чё блять вообще ну типа я же блять чё я же не знаю курс блять приехал вообще не подготовлен нихуя взял 100 тыс понимал мне в баре пришлось даже подружиться с каким-то толстяком блять чтобы он не пиво покупал блять вообще нахуй такие деньги платить ну в пизду блять погоди стоп ты подружил чтобы он тебя угощал конечно блять ну такой ты крыса блять join это пиздец волос тобой так уже знаешь если бы у тебя была пизда ты был наверно уже сейчас на майбахе ездила блять но так как ты просто мужик охуенный ахуенный ты мужик хитрый блять расстаться с одной из квартир или машины чтобы на такие как join бабы только бабы блять сто процентов папика находят сразу моментально блять еще потом с ними разводятся блять и хата отжимают половину даже до половину блять на будущее вам короче пацаны если вы вы вырастите и вы выросли блять его там уже присматривайте себе женщину чтобы пожениться блять смотрите на нее до брачный брачный контакт фу блять контракт составляйте ахуенная тема вообще пиздец пацаны обязательно блять обязательно брачный контракт блять и прописывайте чё кому уходит случае блять если что вы там расстаетесь блять можно ее так уговорить что ты типа все покупаешь и потом нахуй она с тобой расстается а в договоре написано слышь ты нихуя блять иди отсюда просто вещи забери свои все остальном и мое и все она нихуя в суду не докажет блять то есть она нихуя ваши на а ваше нет не купит ничего блять не забирает у вас вы будете также с тем что у вас и было это охуненной темы у нас девочки Знаете, почему деление, блядь, происходит? Деление, блядь, происходит, вот это вот, блядь. У кого-то там родители по-любому с чата, блядь, расставались там. И деление, блядь, вот эти суды, блядь, бесконечные срачи, сука, родителей. Брачный контракт составляете, разбегаетесь, все спокойно, срачей нет, ничего нет. Все. Он заключил этот контракт, например? Да, да. Если бы принялся. Ну, да. Ты женился, блядь? Заключил бы, я сказал, вы что? А, все. Я уже охуел. А где свадьба была, блядь, почему меня не было, думаю. Да я подумал, что ты уже поженился. Ты женился? Не, ну что, пацаны, я что, ебнутый? Если бы ты, да, блядь. Вы посмотрите на мое ебало, блядь, мне бы вырасти сначала самому, блядь. Алмак, ты просто опять проглотил пять слов, и я... А что я это услышал? Что-то там, ты женился, я услышал. Ну, извини, без негатива, блядь. Погнали. Что, смотрим дальше? Ну, тут интересуется, как там Дрейк, нормально вроде он сидит, отдыхает. Чилит. Да, погнали дальше. Когда собирали деньги на адвоката, в чате был постоянный спам сообщений о помощи, но людей, которые задавали неудобные вопросы или сомневались в проводимости происходящего, сразу же банили. Чел, вот на паузу поставь. Да. Мне где-то вот дохуя людей писало, то, что забанили в группе за эти вопросы, там, типа, это вообще пиздец. Типа, прикинь, за просьбу пруфов банить. Ну, короче, блядь, это, по-моему, самое странное, да, что может быть, это, блядь, банить за вопросы, да. Это хуйня. Пруфы, лови бану, ёби. Слушайте, это смешно, смешно, пока со мной такая хуйня, да, не произошла. Ну, типа, блядь, это, можно иногда просто взять и сказать, как есть. Пруфы спрашивают, доказать, если это неправда, например, что там пиздят про тебя. Нужно вот, допустим, массовые, если, вот эти вот, как же, средства массовой информации гнобить, нахуй, если они неправы, блядь, в чём-то. Взять пруф, блядь, вот, допустим, какой-то выкатить, реально охуевший пруф. И всё, этот ролик, вот, например, у Ирви, блядь, по стрим-инсайде, он не будет смысла иметь никакого. Просто один пруф выкатываешь, всё, все говна похавали. Все лояльность проебали сразу моментальный. А, пруфы, да, и бан дают, блядь, ну, это только лишь подчёркивает то, что какая-то хуйня происходит. Фу, ноготь откусил. На мать стримерки не находится, пруфов никаких нет. Сама стримерка живёт как типичный представитель золотой молодёжи в России. Также она недавно прикупила своей мамке айфон одиннадцатый. И ещё, хахаль стримерки почему-то не принимает участие в поиске денег на адвоката. А кто хахаль? В совместном доходе её родителей в полтора ляма у них внезапно нет никаких сбережений. Демонстрас, это же... Сама же стримерка на обвинение волжит объяснила, что мать зарабатывает 40 тысяч в месяц. Откуда тогда три квартиры, две машины, непонятно. Мой оператор дал мне, Галаксин Семеевич. Мама у меня зарабатывает. Человек там нашёл какую-то информацию 500 тысяч в год. 500 тысяч в год. Разделите 500 тысяч на 12. Это получается 40 тысяч в месяц. 40 тысяч в месяц. И начала отрицать зарплату своего батя, рассказывая, что он просто ремонтил трубы и таскал задвижки. Папа у меня, блядь, я не... Вот я вам клянусь, я не знаю, откуда там такая сумма 980 тысяч в год. У меня папа работал 20 лет в маяке, блядь. Таскал задвижки и чинил трубы. Какие, блядь, 980 тысяч в год? Если верить в её слова, то получается, что три человека жили в Подмосковье на 40 тысяч рублей плюс 20 тысяч. Бля, пацаны, вы меня, конечно, извините, блядь. Вот просто вот извините меня сейчас вот, да? Опять скажете, блядь, дефую нахуй. А транспортные средства, они реально машинами называются? Вот этот Рено Логан, Хюндай Солярис, это машины, блядь? Это машины, которые сейчас продашь, блядь, и можно... Рено Логан и Солярис, блядь. Я думал, тут как минимум Майбах будет какой-нибудь, знаете? Ну там Мерин какой-нибудь, блядь, ещё чего-нибудь прикольное. Не, ну... Рено Логан, Хюндай Солярис, блядь, да ты ж... Там в две машины продаж, блядь, не хватит, наверное, ещё, блядь. Кадиллак? Опа, вот это сейчас посмотрим, раз там есть Кадиллак, ещё. Минимальная зарплата бати. Но при этом имеются три хаты, две тачки, если быть реалистом, то всё становится понятно. Мать официально получала 40 тысяч, и неофициально получала другие суммы, как директор, чьи подписи ставились для хищения бюджета. Отец якобы таскал задвижки, при этом официально получал 80 косарей в месяц. Например, с сентября по декабрь 2016 года заказчикам жилищника района Матушкино выполнено госзакупок на 88 лямов рублей. Бля, пиздец, да? Слышь, Джоин? Ну, чувак, чё там горел, 40 тысяч? Бля, ебать, пиздец. В каждом приказе, 40 тысяч, сколько там, задвижки ещё. То есть матери смекалки. А сейчас она рассказывает, что маму подставили. Её мать знала, где ставят подпись, а также, как и ответственность на ней лежит. Как всем известно, стримерка рыдала и говорила, что... Зеленоград, это ж пиздец, у нас электричка в Москве туда идёт, по-моему. Вообще недалеко. Могут дать до 25 лет лишения свободы. Многие тоже подумают, что это невозможно. И на следующий день она стала утверждать, что могут дать до 10 лет. При этом говорит, что дело ведётся уже 15 месяцев. Короче говоря, она давно знает обо всём этом. Сначала говорит про срок 25 лет. С мою маму подставили на работе и хотят посадить на 25 лет. 3.30 тайминг своего видоса вспоминай. Да. Сказал, выполняй. Бля, можно я потом это, блядь, посмотрю? После вопроса о том, а за что такой срок могут дать, она за день меняет легенду и говорит, что максимум 10 лет. Всё было так. Сначала она рыдала на стриме, за полчаса собрала 500 косарей. Потом на том же стриме уже давила спокойно лыбу. Не похоже на скорбящего человека, а ведь что, сотка, это всего лишь деньги на адвоката. Не, ну с другой стороны, не всегда ведь плакать, блядь. Ну да, но это с другой... Ну это такая хуя новая... Да-да-да. Вы донатили 500 тысяч твоя реакция, ебать. Чё смешно? Да ничего не смешно, просто, блядь, так подано, нахуй, я не знаю. Да, под это знатно, блядь. Не факт, что он у нас может твою мамку, ведь так? Ну да ладно. Как я мог усомниться в правдивости её намерений? Собравшись сутка, она начала говорить уже про 10 лет или даже условку. Там, правда, всё очень плохо. Я не могу сказать, потому что мне сказали, что ни в коем случае этого рассказывать нельзя. Там ужасно всё, что там происходит. Это там до 10 лет. То, что могут собрать бумаги, там грозит до 10 лет. Ещё один проф – это статья за 17 апреля 2019 года, в которой идёт речь о хищениях в жилищнике за 15 и 19 года. Её мать, Кста, была тогда директором этого жилищника. То есть она знает, что в её организации работают преступники и воруют бабки. Но она не озаботилась накоплением денег на адвоката. Вместо этого покупает частный дом, где живёт со своей дочерью, которая собирает бабки на хрень типа айфонов. Когда к ним пришли с обыском, смекалочка в слезах стала собирать дануты на адвоката. Короче говоря, на её просьбу откликнулись многие стримеры, в том числе Зелимхан. Он позвонил ей и сказал, что приедет на следующий день, и они обсудят проблему, и он попытается ей помочь. Мы как сделаем? Или мой друг подъедет, или же мы с другом подъедем, ну, скорее всего, может быть, завтра. Хорошо? И если что-то, ну, мы сможем помочь твоей маме, или же как-то, ну, реально, чтобы её не посадили. И если она реально не виновата, то, конечно, мы будем рядом. Как помощник. Не помочь. Обещать тебе, как мужчина, что я вот помогу, я сделаю, я тебе не буду, потому что это будет по-мужски. Но если это в наших силах, мы приложим все свои усилия. Договорились? Да, хорошо. Но на следующий день, когда 600 косарей были собраны, а Зелимхан был уже в пути к ней и позвонил уточнить место встречи, смекалка просто слилась, отказалась от помощи, сказав, что ей ничего не надо. Моя мама с адвокатом встречается, типа, ну, получается, наша помощь не нужна. Представляете? И мы развернулись, уехали. И даже не сказала нам, что, ну, не знаю, зачем меня тогда просить о помощи, умоляют там. Да, прикольно слышь, что же. Кол, мы едем к Химке. Да. И приезжаешь, приезжаешь такое, потом раз, до свидания, типа. И она Умару говорит там, а я Сурену сказал, что... Сурен говорит, она тебя предупредила, что ничего не надо. Он говорит, нет, была переписка с ней обыкновенная, что якобы мама встречается с адвокатом, говорит. Это знаешь, когда, когда, короче... А зачем мы тогда ели? Когда, короче, приезжал этот самый, вернее, как его, кто... К Дрейку такой, Вячеслав говорит, дядь, давай, это, встретимся. Он такой, да, да, вообще легко. Приехал в Питер, давай встретимся. Не, не, не. Не, не могу сейчас, короче, я там на Лексус еду. Не, ну вот видишь, самый пиздец... Блядь, зали ебало, меня обсуждаем сейчас, нет, все, блядь. Сменил тему и попиздошил дальше, на меня, блядь, вообще не обращать, я не могу. Не, 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 вот самый пиздец в том, что, ну, реально Зелимхан, он бы разобрался в плане, типа, действительности ситуации, правда там или нет. И вот стоит вопрос... Ну, когда собрали бабки, когда собрали бабки, она типа сливась, прикольно. Да, да. Зачем тогда договариваться? Да, зачем, зачем, то есть вопрос тоже, тоже стоит. Ей не нужна помощь, человеку, у которого есть связи, не нужен план Б на случай, если адвокат не отмажет ее маман. Ей просто нужны были бабки после их получения. А, ну, если, короче, эти деньги не получатся как-то, да, и придется опять помогать. Да, дело такого рода, что тот же Зелимхан, человек серьезный, просто так бы не стал ей давать бабки. Это не симпов в онлайне разводить, там бы пришлось все титально объяснять. А она к такому, конечно же, не готова. Помощь не нужна, так как люди со связями в процессе могли бы узнать всю правду об этом деле, и тогда пришлось бы уже оправдываться не перед детишками в интернетах. Задача проста. Сострич бабки на волне хайпа, которую подняли малоумные стримеры, паблики, телеграм-каналы, которые начали об этом всем рассказывать. Слушай, а есть еще, да, типа, подробный видос? Да, 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 есть. А вот момент со старого стрима, где история про маму только начала раскручиваться. Четвертая часть. Я стука смеялась и говорила, что тело что-то белыми нитками. Мне кажется, вот это все... Ну, короче, типа, поставь на паузу. Короче, вот этот видос, это собрание трех частей тех видосов, так что ты ничего не пропустишь сейчас, если не будешь смотреть те три части. Так что не беспокойся. Хотя, не, ну, по идее, да, потому что, вот знаете, это Россия, блядь, если бы хотели, уже бы пиздец было бы, вот если так подумать. Также говорит, что нужно найти хорошего адвоката. Это Россия. Но погодите, дело же ведется 15 месяцев. Да, вот там еще писали, что нет никакого дела, потому что это дело уже... Ну, мою маму нету, не знаю, короче, как это называется. Это дело уже ведется, оказывается, 15 месяцев оно идет. И только сейчас, ну, вот, под конец, так скажем. Получается, все 15 месяцев дело велось без адвоката. Мама сидит в соседней комнате, стримерка веселится и живет беззаботно, но потом все меняется, маме светит 25 лет, находится адвокат, который требует 500 корубасов, а веселуха сменяется слезами. О деле и обвинениях известно очень давно, уже более год. Бля, пиздец, там адвокат такой, полмульта, ебанешься вообще, да? Это нормальная сумма. Это нормальная сумма, чувак, на самом деле. Да не, я просто вообще где-то выпал, 500 кусков на адвоката. При этом семья не озаботилась тем, чтобы отложить бабки на адвоката. Просто проблема, куда этот адвокат идет? Не может продать машину. Более года три взрослых человека жили, как ни в чем не бывало. Вы совсем что ли, ребята, ну что вы делаете? Ту квартиру вы продали, взяли 2 миллиона в кредит, и сейчас платим, потому что решили построить дом. В один момент доченька решает собрать сначала 100 косарей рублей, потом 500-ка рублей, иначе мать уедет на зону на 25 лет. Правда, через день оказывается, что грозит до 10 лет, ну и куда же без попыток давить на жалость. Она показала потолок в своей комнате без люстры и диван, которому, по ее словам, куча лет. Толка нету, люстры нету, диван, блядь. Бля, на дом не хватает, ебаный рот, блядь. Ездец. Бля, пацаны, мне, короче, ну мне, мне не хватает, ну, на хату в центре Москвы, я вам так скажу. Сумма чисто символичная. Она сказала то, что все люди, которые вот так шутят про деньги, типа, которые я издонатили, блядь, это люди, которые ей завидуют. Делайте выводы. Алло. Алло. Здорово, бродяги. Здорово. А че думаешь вообще, Синди, по поводу ситуации прикольного? Ну я не могу там стриме говорить. А, понял. Ну сиди тогда тут. Мы просто рассуждаем, типа, мы, блядь, ничего не пиздим, просто рассуждаем. Ну я, я потом скажу, когда... Ну почему я, блядь, скажу, нахуй, пиздену? Не, ну Джон Тайм попросил ночью просто, поэтому я, типа, поэтому... Я ж говорил, я бы, да. Ивану, сука, девятый год. Девятый. Саш, Синди, ну мы можем обсуждать эту тему? Сейчас. Все. Ну все. А хули нельзя, можно? Спасибо, начальник. Хули нельзя. Спасибо, мам. Татьяна. Я у мамы всегда спрашиваю разрешение, блядь. Я ей звоню, мам, можно я подрублю после братишкина? Ну ладно. Подрубай. У меня никогда не устанавливается, блядь. У меня нет компа. Татьяна, что, блядь, без киберспорта, что ли, получается? И вышло, блядь. У меня упало все. Упало. Мам, один щелчок. Татьяна, главное, чтобы у этого парня ничего не упало. Маман посмеялась, блядь. Она, знаешь, она посмеялась, и у меня страшно стало. Такая, все, тебе пизда, блядь. Чем это, блядь, я опасный-то, блядь? Не, слышишь, если Татьяна так сказала, блядь, значит, это так. Кент опасный, сидит такой, сидит такой, сидит такой стрим, говорит, ребят, я постригся сегодня бесплатно, блядь. Блядь, я ж пошутил, ну, блядь, спасибо. Да я ж пошутил, типа, мне эта хата в центре Москвы вообще в хуй не уперлась, блядь. Я хочу жить, блядь, вообще, знаете где? Вы сейчас поорете, блядь, посмеетесь, блядь. Я хочу жить в Коломне, нахуй. Не, ну, дядь, а ты, блядь, далеко уехал. Охуенный город, перспективный, блядь. Долбоеб. Э, вы, ебать, орете, долбоеба, а вы вообще там были, блядь? Там такая прогрессия жесткая вообще, у меня там родственники жили. Отвезешь нас в Коломну? Если что-то куплю там, да. Там, блядь, за 10 лет там так город преобразился, ебанетесь вообще. Это как Соболев про парк рассказывал, блядь. Да не, это не значит, что у меня там, блядь, мэр, нахуй, друг, блядь. Не, 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 и мне там занес, нихуя. Так, преобразил, блядь. Вообще, мне кажется, это он говорит так, после того, как мы к братюне ехали, там чекули едут, и вообще все на нас палят, все оборачиваются. Пацаны, вы прикиньте, мы приехали в этот, блядь, ебзалупинск, ты там на, а у меня Мерсед есть, блядь, серый, и мы, блядь, едем, и все там тёлки на нас моют, блядь. На нас, да, да. Да, 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 мы, блядь, Джоин в окно такой, блядь, качается, нахуй, такой, еу, такой, блядь, что-то там жестикулирует. А, а, а потом, а потом назад в Москву въехали, я говорю, Джоин, ты чувствуешь, мы, блядь, назад приехали. Какие мы бомжи ебучие, блядь, ты чё? Везде, блядь, Майбахи, Катарасы, блядь. Какой, блядь, там Мерседес подороже едет, блядь, знаешь? Это мой миллион стоил, блядь. Поэтому ты и хочешь колонну, блядь, чтобы все, все, дескрутовали, блядь. Блядь, нет, я не поэтому хочу, просто там, там тёлочки попроще, ребята, тёлочки попроще, но модные, охуенные, блядь. С ремнём таким, знаешь, блядь, out-white. Да, да, блядь, чуваки, я пошутил, ребята, я пошёл, мне не надо, блядь, на хату собирать. Чё, чё, 500 тысяч, блядь, соберут. Вы закончили? Нет, мы чё смотрим. Сколько ещё у вас? Ну, мы ещё посмотрим. У нас ещё, ещё сейчас... Слушай, а чё ты хотел? Дохуявась. Ну, мы уже там закончили играть, думали, чтобы вы присоединились. Ну, сейчас... Мы в 10, мы где-то там, в 10 по 11, будем уже железно с рейдом прилетим, все дела, блин. Мм. Будем бухать. Да-да. Давай, давай. Да, рабочее место за 300к она забыла показать. Ну, да ладно. И кто мешал ей купить? Да, блядь, ну, это пиздец. Вот до этого доебался конкретно. Рабочее место за 300к, блядь. И что, нахуй? Вот, хуйня какая-то. У меня стол, блядь, из Икеи, нахуй. 5 тысяч рублей, блядь. Монитор подарили один. Второй, нахуй. Третий собрал со зрителями, блядь. Компьютер подарили, считайте, тоже. И что? Ну, что, в общей сложности, но я тут камеру еще купил, вот. Все, больше нихуя я не покупал. Типа, ну, это хуйня вообще, типа, блядь. Согласись, Джоин, блядь. 300к рабочее место, что, блядь. Ну, да. Ну, а с другой стороны, да, типа, ты как говоришь, блядь, у меня даже диван обрыганный. И у меня диван обрыганный, блядь. А у меня вообще, блядь. Смотрите, у меня совковый шкаф, блядь. На нем аниме, нахуй, наклеено, блядь. Вон там сзади, блядь, диван обоссанный, боже, блядь. И что? Мне похуй вообще на чем спать. Слышь, Вован, вот выведи меня. Сейчас все охуеют. Смотри. Погодь, я, блядь, камеру сломал. Смотри, видишь? Да. Это, если что, одеяло. Ну, не занавеска. Ну, так многие люди делают, да. Люстра. Люстра. Дальше. Это моя кровать. А это моя дверь. Погоди, ты сейчас вот эту хуйню люстрой назвал, что ли? Ну да, как бы. А ну-ка включи, слышь. Он, типа, подъебал. Она, она вроде не работает. Я, типа, не подъебал, а по факту. Нет, я говорю, Джон, типа, подъебал. Потому что она говорила, вот люстра. Блядь, дядь, а у меня, а у меня лампочка. Так у всех чуваки. У меня вон лампочка, а один фонарик горит. Вот и что, блядь. Типа, одна лампа горящая, вон. А у меня, вон, что-то висит. И что, блядь? А, ну, ну, Дрейк, да, показал свою хату опять. Просто есть приоритеты. Нахуенно. Есть, 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 есть приоритеты какие-то, блядь, понимаете? Вот, например. Не знаю, она давно висит. Какая вам нахуй разница, на чем ваша жопа сидит? Да. Какая нахуй разница, на чем вы спите, блядь, если он свою функцию диван выполняет, блядь? Да. Какая нахуй разница, какой у тебя телефон, блядь, когда он звонить умеет? Не, ну, есть разница. Не, ну, а че это, блядь? Знаешь, типа, просто... Нет, а как же истории в инстаграм, блядь, нормально? Какая, нет, ну, алё, извини меня, типа. Вот ты, блядь, вот, допустим, ты тупая пизда, которая ничего в жизни, блядь, не умеет, нахуй. И вот зачем тебе, блядь, дорогой телефон? Чтоб цену себе набить, блядь. Ведь это ж так популярно, айфон купить. Да не. Джейну на хату. Ну, многие, да, ради просто яблоко покупают. Ну, блядь, а что это же, блядь, вот, нахуй, блядь, ну, вспомните себя, нахуй. Когда, блядь, ну, чуваки там, я не знаю, моих лет вспомнят, когда, блядь, PSP у кого-то появлялось, блядь, в классе. У, вам тоже надо, блядь. Ну, я тоже был. Это ж круто, блядь. Все смотрят, все собираются вокруг тебя. А первый айфон, когда появился у вашей одноклассницы, блядь, или одноклассника, че тоже, блядь. О, это айфон, блядь. Вот, вот эта хуйня, это навязанное обществом говно, блядь. Я помню, у меня у друга был фейковый айфон, ты с такой антенкой, короче, четвертый, блядь, и с него пиво пил, нахуй, приложение такое. Да не, какое навязанное говном общество, блядь. Чувак, все хотят красивые фотографии, все хотят. Да, блядь, это второе, чел, это второе. Первое, это хотят, блядь, признание того, что ты, блядь, цену набиваешь, вот это. Телефон уже давно не та хуйня, с которой ты звонишь, всем похуй, все умеют звонить, блядь. Все гонятся за брендом, блядь, чем дороже, тем, блядь, пиже, тем круче, блядь. Вот эти вот уебки, блядь, айфоны там золотые, блядь, покупают, да всем похуй, ну. Да специальные, да, эдишн вот эти. Ты что, зато ты заходишь, блядь, тихо, свой айфон, блядь, кладешь золотой и все такие. Да, да, с пинкой, блядь, так, чтобы видно. Не, слышишь, дядь, я больше всего не понимаю тех, кто покупает часы, даже если ты там ультрабогач, блядь. Часы там за... Часы это фетиш у многих. Нет, 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 вы не шарите, вы не шарите, вы не шарите, нет, 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 часы, часы это не то, что вы сказали сейчас. Это аксессуар, блядь. Это аксессуар, который никогда не теряет бабки, это как золото, блядь. Ты покупаешь эту хуйню, когда у тебя есть хаты, хуяты, блядь, ты можешь прекрасно знать, что это бабки вот на руке. К примеру, представим, что у меня часы там пиздец, не вебические на руке. Ты можешь прийти, блядь, и продать их за охуевшие деньги. То есть ты всегда понимаешь, что у тебя есть, если что, бэкдор. То есть ты, блядь, с часами не смотришь, где бы продать тебе хату, какую тачку тебе продать, у тебя нету этого. Ты, блядь, думаешь, как, блядь, и где ты продашь часы. Так, чуваки, если у вас голая жопа после этих слов, не бегите покупать часы, блядь, ни в коем случае, блядь. Часы для многих людей это... Да, они могут стать дороже еще, блядь, это тоже как бы, они не теряют цене, блядь, часы, это ну пиздец. Поэтому как бы, ну, вот знай. Вот одно дело, вот эти Apple Watch продают, они, блядь, они дешевые сейчас будут стоить, блядь. Диван вместо виниров и афонов. Уже там пятые, блядь, какие-то, нахуй. 22к за каждый зуб плачу, но 30к за новый диван платить не хочу. Какой лох в это видит? Еще история о том, как она снимала на пополам хату за 9к рублей и параллельно копила на афон. Почему? Просто потому, что она очень хотела афон. Действительно, бедняга. Живет в режиме экономии, не может купить себе, например, 7-й или 8-й айфон. Купить какой-нибудь ведроид. Многие... Хочешь услышать у меня Жора? Ну, она же... Сейчас клип в чат скину, короче. Давай. На. Блядь, да шо такое-то, блядь, твитч через жопу работает с этим дизайном, блядь. Через разное. 8 лямов рублей. Стоп, подожди, стоп, 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 стих, 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 назад, 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 назад. Ну все, ёпта, она набутылена, тварь, блядь. Алло. Ебаный рот. Да, блядь. Это магазин. Я. Спасибо. Ээээ, я минус мораль, да. Выхожу из состояния, стрим подрубаю и все. И дизмораль пропадает. Часто ли у тебя бывает минус мораль? Потому что есть пацаны, которые мне мораль поднимают. Если ты так проходишь из такого состояния, спасибо. Так. Блядь, так это ее подпись, блядь, стоит. Ее фамилия, нахуй. Блядь, это, вот это, вот это, стоп, это, блядь, это железобетонная хуйня. Алло, блядь, она не могла не быть в курсе, блядь. Ну так она знала, на что она ставит курс. Она вдоль, ебаный в рот. Вы только что, я вас, блядь, поздравляю, нахуй, официально. Вы только что накидали, блядь, денег на адвокату, блядь, человека, который обкрадывал, блядь, простых людей. Ну охуеть, блядь. Жора, президент. Жора, блядь, да, будущий президент, нахуй. Все, заявил, стопроцентов, блядь. Я вам так... Сука, я бы так не хотел никого дефать. Ладно, похуй. Но Жора, блядь, слишком, блядь, что-то как-то это... Агрессивно в эту хуйню, блядь, пиздит. Не такая, она живет без... А то непонятно, блядь, что роспись, нахуй, ее стоит. Вот он, блядь, сидит такой, ой, блядь, роспись. А то непонятно было, да, нахуй, что это ее подпись. Тут вопрос в том, что... Она говорит, что подставили. Тут надо разбираться, блядь. Есть такая типа хуйня, как, например... Если эта подпись не ее, то есть специальные структуры, которые, блядь, определяют... Блядь, знаете, как в фильмах, блядь. Есть такая хуйня. Чуваки, которые, эксперты, приходят, смотрят на подпись. И типа проверяют, блядь, тот ли это человек или не тот. Знаете, меня бы сто процентов, если бы подставили, блядь. Я бы слился. У меня везде разная подпись, блядь, вообще. Да я не помню, нахуй. Какая у меня подпись. Бля, Джоин, почему я опять дефаю? Ну, потому что ты сказал, что она, возможно... Это не ее подпись. Нет, это ее подпись, блядь. Просто я... Зачем тогда ты эту информацию сказал? Я просто не понимаю, нахуй. Так, народ. Да. Да. Вы сейчас про подпись говорите, да? Да. Короче, я и Джоину говорил, и почему, блядь, меня самое... Жора тогда не услышал. Есть, блядь, простая хуйня, можете даже просто погуглить, называется фоксимилье. Есть в каждой госкомпании, у каждого директора, у каждого зама есть фоксимилье. Фоксимилье – это печать в виде росписи. Есть у каждого везде, блядь. Если ты посмотришь на роспись, то она везде одинаковая. Там стоит фоксимилье. Синди с вами сейчас? Да. Ну вот, поговори с ней. Ну и чё? Блядь, и чё? Для меня это ничего не откроется. Ну, я еще... Блядь, я... Я Таню знаю. Конечно, не хотелось бы ее дефать, но я схожу в ее защиту, блядь. Скорее всего, она деньги собирала для мамы, не зная то, что, блядь, мама на самом деле вот так вот, блядь, поступало. Я не знаю просто, как это в семье, в семье, где казнокрады существуют, где живут там семьи с казнокрадным, там, батя там что-нибудь воруют или мать воруют. Как там, приходят вечером и говорят, типа, ой, дочка, прикинь, я сегодня на 15 миллиардов, нахуй, наворовал, блядь, наворовал. Не, ну, слушай, Васян, Васян, Васян. И она искренне хотела помочь маме. Васян, ну тогда зачем ты сказал фоксимилье? Ну, блядь, потому что это как один из аргументов того, что, мать, поставили. Есть фоксимилье. Фоксимилье сделать, ты, блядь, пошел в любую, это самое, сделаете печать, нахуй, показал картинку, тебе сделали эту, блядь, печать, все. Мы, короче, не дефаем никого, мы пытаемся взвесить, блядь, что это не железо, бетон. Мы, блядь, не эксперты, есть люди, которые... У этого Р-8 такие пиздец аргументы, говорит, смотрите у них какие квартиры. Я, ебать, я ржу, нахуй. Одна, 33 квадрата, одна комната. Другая, 44 квадрата, одна комната, новостройки, блядь. Пиздец, квартира. У матери Логан, блядь, у бати Солярис. Охуеть, живут на широкую ногу, блядь. Я знаешь, единственное, что, блядь... Ну да, все будут декларировать... Я... Тут, да, тут вопрос, что это белый доход. Да-да-да-да-да, в этом прикол, Вась. Вась, вот если бы ты... Это только то, что есть. Вася, если бы ты пиздил деньги, ты бы, типа, показывал свой майбах, там, блядь, с зарплатой 40к. Ты бы показывал бы, там, пятикомнатные какие-нибудь свои вилы, блядь. Если бы ты это покупал. Слушай, я умный человек, я бы не стал это делать. Я бы записывал на бабушек, блядь, на маму, нахуй, на брата, блядь, так как они не госслужащие. Вот. Ну, окей, если он, блядь, такой, нахуй, ебать, нашел там, блядь, смотрите, полмиллиона заработали за год. Ее себе, блядь, жгут. А мне донатят по 20 рублей. Блядь, а что глубже, а что глубже ты не покопать, нахуй? Ебать, зашел на сайт этот, госзакупки и, пиздец, там, открыл тендеры, блядь, от губы этого, и, пиздец, говорит, смотрите, я документы, нахуй, нашел. Бля, Васян, ты знаешь, что нам потом скажут, что мы, сука, уебки, которые, блядь, дефон. А мне похуй, вот это, вот это моя точка зрения. Я ее придерживаюсь, ты буду ее отстаивать. А мне, а мне, а мне, а мне, а мне похуй, потому что я, Таню, не знаю, как ты. Мне похуй, кто это, блядь. А я просто смотрю нейтрально на эту точку зрения, блядь. Вот как это, нахуй, может быть, блядь? Я вот, к сожалению, Таню знаю и ничего плохого про нее сказать не могу. Очень душевно. А мне похуй, я не знаю, кто это. Я только бухал один раз, и все. Ты помнишь, где? Да. Помню, с кем. Да, и все, блядь. Вот так вот, нахуй, я познакомился. Шо мне, блядь, теперь? О, блядь. Хриша приписывают. Вася в доле, блядь. Да, пацаны. Это, блядь, знаете, перезальют, сука, там в комментариях вообще хуета будет. Я же прекрасно понимаю точку зрения Васи, блядь. Я вот адекватно это все. Не принимается фоксимилье на ряде документов. Че, не применяется, говорят, фоксимилье на ряде документов, Вася? Да, есть документы, которые там от договора, допустим, нельзя на них скреплять фоксимилье. Но, допустим, если ты посмотришь на документы, которые приводят у себя в ролике Р-8, там стоит везде фоксимилье. Фоксимилье. Потому что подпись, блядь, везде идентична и одинаковая, блядь. Сука, только робот так умеет рисовать одинаково. Ой, блядь. Да, не, я ее не знаю. Ну, я ее знаю, я ее знаю, но, блядь, как вам сказать, человек просто один раз видел. Может, два, может, три, не знаю. Ну, если не друг, не кореш. Два раза, два раза видели. Первый раз вот на той тусовке, а второй раз, когда Харт открывал этот. Вася, я понял. Ты тот самый, сука, адвокат. Ясно, блядь. Где мои полуляма, блядь? Я не вижу. Вася, пиздец, мытищик живешь, блядь, ты такой адвокат, ты такой адвокат, охуевший, блядь. Адвокат дьявола. Мытищинский адвокат. Выиграет любое дело, нахуй. Скажи, я еще, блядь, по меркам мытищ, блядь, мало взял, нахуй. Да, да. Это я так за консультацию просто, блядь, 500 тысяч долларов. Я пиздец, ору. Денег не может купить люстру за 5 тысяч. Да чё эту тему мусолить? Давайте уже заканчивать, пойдем, блядь, там, чё-то тухлятин какая-то без вас начинается. Васян, сейчас будет заебись, дай нам время, я же сказал. Чё ты, блядь, ворвался тут, нахуй? Там не пишут, говорят, пиздец там, блядь, 89, нахуй, на стримерах сидят. Объясню, как. Да, про вас говорят, не про меня же. Мы? Чё это мы тупые-то, блядь? С какого хуя-то? Да. Так, смотрим дальше. То, что я себе айфон купила, да, я хотела себе айфон, я снимала квартиру пополам, которая стоила 9 тысяч в месяц, закопила себе на айфон, потому что мне хотелось телефон себе новый. Почему нет? Потому что я просто мне хотелось себе телефон. Ай, Вова. Слушайте, блядь, чуваки. Вова, а как ты, ну-ка, ну-ка, давай. Чё я? Чё ты там про айфоны говорил? Чё? Да я что сказал, Алё? Ну, тут уже не задефать, Вова. В смысле? Чё, ты можешь протестировать? Да ладно, я уже порофлил над этой хуйней, ну, типа, блядь. Ладно, ты не понял. Я не понял, я вот сейчас реально 89. А чё он? Короче, ты затирал про айфоны, что это вся хуйня, навязанная брендами, что это нахуй не надо. И тут она говорит, она снимает квартиру за 9 тысяч, и она захотела себе айфон. И я говорю, ну тут уже никак не задефать, Вова. Тут мы уже проебались. Нет, чекай, да, типа, блядь. Я, короче, буду спать на матрасе, блядь, но хочу айфон, блядь. Подстилка видеть, блядь, одеяло нахуй там, блядь, просто не на полу, блядь. Ой, блядь. Ребят, у меня айфон, потому что я в своё время мог себе позволить айфон. Это, блядь, ну, у меня нет такой ебланой хуйни, как у половины, блядь, здесь вообще мира всего, блядь. Это на последние деньги, блядь, откладывать деньги на айфон, блядь. Это самое последнее, что я хотел купить. Кредит, ебать. Реально, самое последнее. Когда у тебя есть лишние, ты уже сделал все свои задачи, блядь. Выполнил то, выполнил это, что хотел, что, ну, по работе, там, ещё что-то. Блядь, ну, тебе никто не запрещает. Сходи да купи, раз можешь. А когда ты, блядь, сидишь, откладываешь и копишь на айфон, блядь, ну, это уже верх долбоебизма, блядь. Я знаю людей, которые кредит брали для того, чтобы айфон купить. Вот, вот это, вот эти люди, блядь, это, наверное, сверхразумы какие-то, блядь. Бля, хочу, слышь, хочу сделать такой мерч, Чтоб люди брали кредит, чтобы его купить. Ни хуя. Ага. Простите, но я, блядь, не этот. Луи Бибон, блядь. Но я не муж Ким Кардашьян, блядь, Чтоб мои кроссовки, блядь, скупали нахуй по оверпрайсу. Ладно, короче. Годс план, гайс. Маме я подарила айфон, да, я дарила маме айфон перед ее днем рождения за благодарность. Хотела выразить, выразить свою благодарность за то, что, за то, что она вот, ну, вот это все организовала, дом построила и тому подобное. Эти деньги, я... Я собиралась себе на ноутбук, я очень сильно хотела себе ноутбук. Че, если Мак скажет, блядь, я вообще выпаду нахуй. Блядь, я еще выпаду, если она Мак скажет, какой ноут? Не помню, сколько я собирала, больше месяца я собирала, мне задонатили, и я вместо этого пошла и подарила маме телефон. В итоге она отказывается предоставлять профили, раскрывать подробности. А вот на самом деле, что-то все, она очень много хочет. Что хочу, это хочу, блядь, Джоин. Я не слышно, брат. Даебись базарит. А, блядь, заебись я разговариваю. Я говорю, я хочу себе ноутбук Асер, как у Вовы, чтобы, блядь, быть... А, чел, заметь, 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 что я не потратил снова ни копейки, и я сделал так, чтобы мне его подогнали по бартеру. Чтобы, ну, проще отбиться рекламой, чем вкладывать свои деньги и потом пользоваться. Когда можно, например, договориться с компанией, которая будет получать и выгоду от тебя, и ты от нее. Ну, нахуя мне покупать? И Асер, блядь, пошли навстречу и реально дали ноутбук. Охуен. Лучше, блядь. Ну, а нахуя покупать, чуваки? Ну, вот у тебя есть возможность. А захотелось. А захотелось. Захотелось, попробуй, сделай что-нибудь для этого. Договорись, поговори, блядь. Так, ладно, давай дальше. Да. Блядь, вот, ну честно, вот, чуваки, ну, блядь. Ну, не было бы у меня денег. Ну, честно, не было бы у меня денег. Блядь, я бы не пошел на айфон откладывать. Блядь, я бы отложил на учебу, наверное, чтобы потом больше заработать в будущем. Вся жизнь... Вся жизнь, блядь, это вам. Я вам сейчас тайну открою, блядь. Вся жизнь, это ёбаный бизнес. Вся ваша жизнь. Вот ваша жизнь на данный момент, это бизнес, чуваки. Понимаете? Грубое такое сравнение, но это бизнес. Я вам объясню, почему. Ваши родители работают, чтобы прожить. Понимаете? Оплачивают квартиру, покупают еду. И на разницу, которую они прибыль вот от заработали, они оставляют или откладывают куда-то. Это бизнес, блядь. Как бы это тупо не звучало. А когда ты, блядь, не можешь себе, допустим, оплатить квартиру и еду, ты, блядь, кто? Ты банкрот. Ты бомж. Ты, блядь, банкрот и бомж по совместительству. Всё. Все мы бизнесмены частично, чуваки. Все мы бизнесмены. Прикиньте, пацаны, нихуя себе. Нихуя себе. Ты инвестируешь в своё будущее. Например, заработал денюжку и такой, так, чтобы мне куда потратить. Так, инвестиция в учёбу, наверное. Ага, так, охуенно. В дальнейшем мне оно принесёт больший доход. А не так, сидишь такой, так, блядь, вот у меня 1090. Инвестирую в учёбу, чтобы не идти в армию. Инвестирую-ка я в айфон. Инвестирую в учёбу, чтобы не идти в армию. Ты, блядь, ну, ты всё равно пойдёшь туда, дядь. Ты не сможешь до 27 учиться, блядь, тебя заберут. Некоторые так думают, что смогут. А инвестиция... Инвестиция доктору... Чтоб потом не пойти, это уже другой вопрос. Да, да, да. Дурка помнит моя. Ну, ты-то в дурке лежал, блядь. А вот у кого возможности нет. Ты пойдёшь? Я еблан, если чё, меня не взяли. Я резервный боец. Как и Джоин. На случай, если уже всё совсем хуёво будет, нас призовут. Ну, мы съебёмся вовремя, не бойтесь. Ну, всё, куда мы съебёмся, блядь. Я, например, готов повоевать, если вот прям вообще пиздец будет какой-то. Да, попизди, блядь. Ну, это я ща так говорю, погоди. Такой вантапами пошёл стрелять. Поедём с тобой на Мерсе вдвоём, блядь. Куда мы поедем, блядь? В Украину, в кселажику. Там уже повоевали, блядь. Чё там, блядь? Там РГД-5 вам оставят, блядь. Ой, блядь. Который стоит... Слушай, блядь, ну тут тоже такая хуйня. Может быть, типа... Блядь, да, дядь, так и есть, наверное, слышишь? Ну, знаешь, вот, блядь, вот чё-то нахуй... Вот, знаешь, вот я не хотел говорить никогда, блядь, про это. Я не затрагивал эту тему. Ну, если вот эти слова, да, там... То, что вот это там не хватает, там эта хуйня, да? Ну, ты помнишь, да? Там не хватает ей туда-сюда. А зачем, блядь, ебаные бесполезные зубы, блядь, делать? Я понимаю дело каждого, блядь. Ну, нет, нет, чел, ну, приоритеты, да? Вот тут вся проблема в том, что в данном случае чётко видно, что неумение расставлять приоритеты. Вообще полное отсутствие понимания, как нужно приоритеты расставлять. Чё нужно покупать, чё не нужно покупать. Всё, вот эта хуйня, которую она говорит, вот мне вот на это не хватает, на то не хватает. Потом же она, типа, зубы делает, потом она берёт айфон, дарит ещё один айфон. Блядь, это не, ну, не приоритеты, блядь. Я, например, помог родителям машину купить. Лучший. Нет, я не выёбываюсь этим. Потому что та машина наебнулась, всё, её надо было сбрасывать, срочно продать и, типа, ну, а сейчас ценники, извините, у меня подскочили, блядь, а у меня родители, ну, не из таких уж, чтобы, блядь, поняли, воровать там, тем более, блядь, уж работать там, блядь, от силы тридцатка, блядь, месяц нахуй летит и довольные сидят. Помог? Всё, ездят. Ближайшее время я им не помогаю. Не, ребята, ребята, родителям надо помогать, блядь, всем, всем, чем есть, блядь. Да, 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 да. Это ваши, сука, самые близкие люди. Но пойти маме искать, мам, у тебя говно, телефон, я вот тебе помогаю, ты меня родила, держи тебе айфон, блядь, серьёзно? Я своей бабушке, блядь, Asus Zenfone 3 подарил, блядь, тысяч за 15, нахуй, довольная пиздец. Потому что у неё тот наебнулся. Я и не побежал айфон покупать, блядь, почему-то, нахуй. Потому что, блядь, ну, что за хуйня вообще? Подарите батик Xiaomi. Ну, у тебя, например, не хватает вот этого, например, да? Чуваки, с увеличением бабок, да, ещё раз говорю, появляется гораздо больше потребности. То есть вы, например, я уже говорил-то миллион раз, я ещё миллион первый скажу. Вы сидите такие, так, вот сейчас нет денег, блядь, значит, мне это не нужно, это, блядь, мне не нужно. Да, нахуй, этот пылесос, робопылесос какой-то крутится, сосёт сам по себе, мне это не нужен, обычный веник, блядь, да хватит, нахуй. Стал зарабатывать больше. Планку поднял, на ступеньку выше встал. Так, блядь, ну вот что, нахуй, вот этот вот робот, который мне будет хуй сосать, он мне не нужен, а вот робот-пылесос, который сам ездит, пол подметает. Но это уже неплохо, веника уже как бы мало. И ты, сука, сидишь, у тебя всё равно денег не хватает, блядь. И ты сидишь с теми же копейками, блядь, вот как и до этого. И ты, блядь, не поймёшь, даже ты тупой, сука. Ты не поймёшь, как так, ты зарабатываешь больше, но у тебя всё равно столько же, блядь, в кармане. Да, да. А вся проблема в том, что ты, долбоёб, не умеешь приоритеты, блядь, расставлять. Если бы ты сразу изначально, блядь, такой, так, веник, блядь, ну и нахуй мне этот робот. Стал больше зарабатывать, нахуй мне этот робот. Ещё больше стал зарабатывать, нахуй мне этот робот. Потом стал зарабатывать столько, что уже, блядь, всё. Ну, пиздец, это для тебя шекель какой-то, блядь, рубль чисто. Пошёл купил. У тебя там, допустим, у тебя бизнесы появились, у тебя нет времени на уборку дома, блядь, к примеру. И начинаешь, да, дом работника там, ещё что-то. Вот инвестиция должна быть рациональная А когда ты, блядь, в жизни Опять же, в бизнесе, блядь, сидишь такой Думаешь, блядь, куплю это, куплю то Сидишь опять такой, смотришь, думаешь Блядь, ну и нахуй я это купил Сейчас денег нет, помочь никому Копите, блядь, копите нахуй Копите, чуваки Не тратьте на всякую хуйню Я понимаю, вы там копите, блядь, потом срываетесь Покупаете сапки, блядь, на стримерах Нахуй оно надо, блядь Согласен, блядь, копите, блядь, работайте Кто рисует хорошо, рисуйте охуенно Кто, блядь, музыку пишет Пишите музыку, блядь Кто хочет стримить, стримьте, сука Компьютер не позволяет Ну пораздавай ты листовки, блядь, я не знаю Месяц, блядь, ну накопи себе на железо Нормальное Я понимаю, что там мало платят, чуваки Крутитесь, вертитесь, блядь В дальнейшем пожнете охуевшие плоды, чуваки Вы все такие, вот ты, Вова, блядь Там, я не знаю, что Да нихуя вам необычного нет Я, блядь, чел обычный, зарыганный, блядь Посмотрите на меня, я обычный чувак Я такой же, как и вы Просто вовремя все подвернулось А вы, блядь, попробуйте просто И сделайте Я, блядь, в свое время Не учился нихуя в школе Мне было поебать Потому что мне нравилось стримить Все Ну, это не значит, что не надо Я не говорю, что не надо учиться, блядь Просто не всем такая дорога, блядь А вот, допустим, сейчас, что вы делаете, блядь? Вот что вы делаете сейчас на карантине? Ебланите, смотрите стримы, блядь? Да видосы с ютуба? Ну, ебать вы клево живете вообще А рисует кто? Нихуя Вот все свои хобби забили, блядь На все Возьмите Ребята, можно совмещать Рисуйте Вам потом Вам потом Блядь, я просто хуею, блядь Приходишь на выставку рисунков Каких-то современного искусства, блядь Подходишь к какой-то хуйне Которой членом, блядь Реально членом нарисовано, блядь Миллион долларов Ты такой, типа, что ты еблан? Блядь, слушай, чувак Может меня попробовать, блядь? Да я и говорю, блядь, рисуйте, нахуй Одна говнина, блядь, вокруг нарисована Короче, блядь, куплю холст на весу Может я еблан какой-то Я не понимаю, что такое искусство, блядь Ну честно Когда, блядь, мазня членом стала искусством? Реально членом мазня, чуваки Я не шучу, блядь Может у него член волшебный, ты не думаешь? Блядь, ну ты понимаешь, он просто писькой потряс, блядь Холст нахуячил и выставку поставил Миллион долларов, блядь Жильбанулись, что ли, нахуй? Может член сам рисует? Нихуя не понятно Просто мазня, блядь Ну просто вот, ну нахуй Вот взял кисточку, блядь Зато, зато прикинь, как он этот Покупает эту картину какой-нибудь дед Целует эту картину, блядь И такой представляет этот член, блядь Такой думает, охуенно, блядь Короче, чуваки Не бросайте свое хобби Если что-то нравится Программирование Ебашьте, программируйте, блядь Мотивация в то, что в Майкрософт Можно попасть без образования, нахуй А лучший, блядь, программист Это программист-самоучка Никому нахуй ваше образование в будущем Нахуй вообще в хуй не уперлось Я не говорю, что не надо учиться Только не распыляйтесь на все Сразу, блядь, сферы Учитесь, учитесь Чтобы оно было на всякий случай Но я бы не рассчитывал на то Что вот вы, блядь Закончите вышку Вторую вышку И сразу охуенный работник Вас без стажа не возьмут Практикуйтесь И связи, да Учи уроки, дебил А, слышь, мне, короче, чуваки спамят То, что вот я сказал про виниры А сам собираю на брекеты Ну, типа, я на брекеты собираю Не просто так У меня из-за того, что неправильный прикус У меня постоянно... Виниры и брекеты Это две разные вообще вещи, блядь Брекеты Ты когда себе улыбку делаешь За зубами своими ухаживаешь А виниры, блядь Когда у тебя зубов нету, блядь Не, слушай Да, нихуя ты не права, слышь, блядь Во-первых, нахуй Во-первых, нахуй У всех, у каждого У каждого человека Разные приоритеты Я еще раз говорю Я, например Я в рот е... Бля, как охуенно сказал В рот ебал свои зубы, хотел сказать У меня, блядь Да хуя кариеса на зубах У меня зуба нет одного У меня один зуб вообще ушатанный Его вырывать надо Два вырывать надо Да мне поебать Ну, приоритет, конечно Потому что можно деньги потратить На что-то другое, блядь Да, да, да По факту Нет, это не значит, что не надо зубы лечить Кто-то может зубы полечить Чтобы красивая улыбка была Да, мне было бы покой Может кто-то, блядь Хочет выступать в театре И нужно, блядь Или в кино играть зубы Ну, разные приоритеты Разная жизнь у каждого человека Пострижися Привет, здорово, братик Пострижися Нужно сделать так Чтобы работа в вашей жизни Вот не для того, чтобы Выпрямить как-то улыбку Селить, как ты говорила А потому что, типа Из-за неправильного Неправильного прикуса У меня Постоянно стоматит У меня постоянно Селлер, хорош, спасибо Короче, я не знаю Из меня мотиватор хуёвый Но надеюсь, хоть кого-нибудь Я хоть что-то замотивировал Сейчас поделать Во время хотя бы карантина, блядь Пацаны, у кого тоже стоматит Чуваки, не нойте, что у вас там, блядь Якобы очень много Блядь, там домашки задают Это всё пиздёж Пиздёж чистой воды, блядь Может быть, у вас реально много домашки задают Но вы, сука, сидите дома сейчас Вы сидите в комфортной обстановке, чуваки Учебный год закончился Да тебе бись Я вообще говорю, к примеру Вы кайфуете, блядь Вы сидите дома и делаете домашку, блядь Понятно, что вы, блядь, и до этого делали дома домашку, блядь Но тогда у вас всё время сжирала школа А сейчас вы можете поебланить, послушать, что вам хуйню несёт учитель Послать его нахуй, сказать, интернет, блядь, не оплатил И пойти играть, блядь, куда-нибудь Да не играйте, занимайтесь чем-нибудь Сбился ком за 60к, на днях моник куплю Вот Собирай, пробуй стримить В блогерство иди, блядь Учитесь монтажу, блядь Это всё нужно Вот эти вот, блядь, экономисты, блядь Вот это вот Юристы Нахуй никому не упёрлось, блядь Вы чё, ебанулись, серьёзно Полстраны экономисты Полстраны юристы, блядь И кем вы работать будете, экономист будущий? Адвоказм Угу Царство небесное Столько преступников не найдётся, блядь, чтобы защищать Найдётся Сколько людей Я бухгалтер Бухгалтеры, кстати, вас требуют Бухгалтер всегда будет Да, потому что, блядь, начинающие бизнесы, блядь Везде всё упирается в бухгалтера Да Он самый главный А кассиров, блядь, я не знаю Вот в Дикси, нахуй, устройтесь, пацаны Нормальные кассиры хотя бы будут там сидеть, блядь Сука, вчера возле дома, охуел, блядь Очередь до конца магазина была, блядь Один, сука, еблан сидит, блядь Из пруфов только видос на телефоне, где пришли проводить обыск Единственное, что я могу показать Тихо Татьяна Автор видоса можно было музыку потише сделать в этом моменте Для того единственное, что я могу показать Понимаете? Лично я понимаю, что обыск это полная фигня Обыск это такое себе К малолетним дебилам, которые пишут комменты вконтакте Тоже приходят обыски проводить У Тисака, например, когда он ещё даже не был под следствием Приходили и проводили обыски регулярно О чём он часто сам упоминал И бабки на адвоката он стал собирать только тогда, когда уже оказался за решёткой А не в соседней комнатке в уютненьком домике Но вернёмся к стримерке Обыск доказывает невиновность матери или отсутствие денег? Ну, конечно же, нет По её словам, дело идёт 15 месяцев Но его нигде нельзя найти И стримерка скрывает даже фамилию адвоката Статьи на сайтах подтверждают, что о работе матери в жилищнике Блядь, конечно надо скрывать фамилию адвоката Вот тут ты, блядь, вообще чел, неправ максимально, блядь Чё за хуйня, нахуя, блядь, говорить фамилию адвоката, чтобы его нашли, блядь На хуйню наговорили какую-то, блядь, он слился, нахуй Чё же, блядь, за ебланство вообще Блядь, ну и на стриме какую-то инфу спиздануть, как обздать человеку, блядь Известно давно При этом за 15 месяцев ни мать, ни батя Не пытались заработать денег на адвоката Продать что-то или взять в кредит Смекалочка решила собрать купонов симпов твича И срок уменьшается с 25 лет до 10 лет За один день Так, ладно, Джоин, ты тут? Да Ещё видос есть, если хочешь Давай последний и пойдём бухать уже, блядь, что-то перегруз нахуй полный Ну я, короче, хотел чисто вот такой стрим рассудительный, блядь Подождите, вы смотрите видео с разоблачениями, посмотрите пост там, где она отвечает на эти разоблачения Не-не-не, там будет, там будет уже видос, где объясняются её ответы, понял? А, то есть там пост стрим-инсайда взят? Да-да-да, там разбирают Сейчас Лизовским разбавим, Лизовским чуть-чуть